всех приветствую на моем канале сегодня хочу вам рассказать о такой великой пряности царской пряности кардамоне распространение и среда обитания родина южная индия в европе кардамон известен после посещения европейцами малабарского берега поэтому одно из названий вида кардамона малабарский кардамон сейчас кардамон выращивается индокитая центральной америке вот так цветет кардамон это очень красивое растение интересно что существует легенда что впервые кардамон был выращен на легендарных висящих садах семирамиды откуда пряность распространилась по всему миру кардамон специя пряная специя плоды кардамона выглядят вот так как зеленые коробочки длиной до двух сантиметров после высушивания становится похожи на трехгранные капсулы кардамон принадлежит к одной из наиболее изысканных пряностей основная область его применения ароматизация мучных кондитерских изделий кексов печений ковризик и особенно ароматизация кондитерских начинок в рулетах слоеном тесте например кофейный торт кардамон идеально сочетается с фруктами молотую пряность в основном используют в процессе приготовления хлеба булочек или блинов вот так выглядят его цветы плоды я показывала как выглядят коробочки в традиционной медицине используют благодаря обилию эфирных эфирного масла и прочих полезных веществ составе кардамона используются для лечения различных заболеваний таких как проблемы с желудком дыхательные заболевания например астма инфекции проблемы с сердцем противопоказаний у кардамона мало нужно учитывать что в нем содержится большое количество эфирных масел у него очень концентрированный вкус поэтому в больших количествах употреблять кардамон нельзя вот так выглядит эти коробочки кардамона когда они высушены не молотый кардамон не стоит добавлять пищу людям с язвы желудка или гастритом поскольку из молотого кардамона аромат быстро выветривается его советуют молоть перед употреблением состав кардамона входят белки углеводы небольшой процент жиров лаваноиды эфирные масла присутствуют вещества группы b1 b2 b3 cb число микроэлементов содержащихся в составе семян растения входит кальций калий вылеза магний фосфор марганец натрий кардамон добавляют в чай кофе в виде масла используют его для массажа при боли в суставах или для лечения кожных заболеваний кардамон применяют также для улучшения пищеварения уменьшает одышку изжогу тошноту и запоры так за заболевание дыхательных путей помогает при лечении кашля простуды и других заболеваний дыхательных путей также используют при проблемах сердечно-сосудистой системы помогают улучшать кровообращение снижает уровень холестерина крови благодаря своим антиседантным свойствам также применяют при проблемах мочи половой системы помогает при лечении эффекции мочевыводящих путей благодаря своим антимикробным свойствам помогает уменьшить стресс и тревогу благодаря своим успокаивающим свойствам помогает укрепить десна зубы предотвращает кровообращивость десен семена кардамона используют для масок при жирной козы лица также кардамон великолепным образом влияет на на зрение усиливает потенцию мужчин кардамон обладает согревающим антисептическим действием поэтому он часто применяется при простудных заболеваниях и лихорадочных состояниях аромат кардамона способен улучшать настроение поднимать тонус избавлять от головной боли положительное влиять на работу мозга обязательно нам необходимо применять эту прекрасную пряность для лечения для нашего общего состояния все эти дары природы нам необходимо поднимать во время основания